Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши телевизионные передачи «Древена событий и люди». Я ведущий этой телепередачи Васевский Николай Александрович, профессор современной гуманитарной академии, доктор исторических наук. У нас в гостях Дугин Александр Гелич. Здравствуйте, Александр Гелич. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Александр Гелич является лидером международного евразийского движения. Он наш коллега, заведующий кафедрой социологии международных отношений МГУ, доктор политических наук. Две предыдущие передачи мы посвятили разговору о идейных, политических, этнических, культурологических отношениях, которые складываются внутри евразийского движения. Попытались, так сказать, выяснить целый ряд геополитических и других аспектов, связанных с идеологией евразийства. И в первую очередь мы рассмотрели и выяснили, что самый главный вопрос, который сегодня беспокоит и многих наших телезрителей, и в целом наше российское общество. Единых, этнически чистых наций, народностей, народов в современном мире нет. Это Александр Георгиевич нам доказал, как говорится, с точностью до единицы. Поэтому вот этот момент мы просили бы иметь в виду. Сегодня мне бы хотелось задать такой вопрос, Александр Георгиевич. Вот в своей программе, я прошу операторов показать, кстати, на сайте есть все программные документы и другие материалы, связанные с этим движением, в интернете я имею в виду. Вот вы в этой программе пишете, что в современном мире нельзя мыслить по-другому, как мыслить Евразией. Вот если бы можно было прокомментируйте Знаете, это идея Как говорится тезис Да, это истина, это аксиома в каком-то смысле Это теорема или аксиома даже я бы считаю, что теорема она восходит к геополитике. Дело в том, что в начале 20-го века основатель геополитической дисциплины, геополитической науки англичанин Хелфорд МакКиндер высказал следующую формулу. Тот, кто управляет Евразией тот, кто управляет миром Вот это Хартланд еще Да, Хартланд это сердце Евразии Тот, кто там еще более точно звучал Он даже говорит, что на Кавказе, что ли это сердце находится Нет, нет это территория России Территория России в целом Там, где там, где находится Хартланд тот, кто управляет Хартландом тот управляет Евразией Тот, кто управляет Евразией тот управляет миром Хартланд сердечная земля Теперь понятно Почему к нам такой интерес? Да, совершенно верно. И вот с точки зрения геополитической дисциплины, геополитики как науки вообще, сложившейся независимо от школ, российская, английская, французская, германская, тематика Евразии находится в центре внимания, поскольку вся стратегическая карта мира связана с тем, как организовать отношения всех действующих сил к Евразии. Поэтому весь мир делится с точки зрения геополитики на три зоны. Еще по Макиндеру, которую принимает, кстати, немецкая школа и российская школа, все, американская школа геополитики, Хартланд, которую Макиндер называет географической оси истории, соответствует этой территории России, исторической России. Она может меняться, вот эта зона Хартланда, но в принципе она вот, это Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Вторая зона, внутренний полумесяц или береговая кайма, которая проходит по береговой зоне от Западной Европы через Ближний Восток к Индии, Китаю, в Азию. Это береговая зона евразийского материка и внешний полумесяц, так называемый, который представляет собой вот мировой океан или морское могущество. Там в центре внимания вначале были Великобритания, Англия, а потом США. Так вот, идет борьба между Хартландом, то есть, который называется также земным сушей, да, сухопутным могуществом, точно, ленд-пауэр. Континентальная, да. Континентальная сила, это и есть Евразия. Телурократия. Телурократия, совершенно верно. Это как раз и есть власть посредством суши. Да. И вот это и есть Евразия, есть Хартланд. И есть, с другой стороны, морское могущество, англосаксонский мир, англичане, американцы. Вопрос в том, как они сумеют сдержать развитие естественного Хартланда или Евразии с стремлением выйти к теплым морям на юге. Либо они его блокируют, и на западе, соответственно, к Атлантическому океану. Либо они блокируют через создание вот этого контроля над береговой зоной, либо Хартланду или Евразии удастся прорвать эту блокаду и, наоборот, отодвинуть, сбросить вот это морское могущество в море. С этим связана стратегическая карта расположения введения военных действий, войн, мировых конфликтов, расположения военных баз как в XIX, так и в XX, так и в XXI веке. Поэтому Евразия является ключевым понятием мировой политики. Кто контролирует Евразию, тот контролирует мир. И вот обратите внимание, что после конца Советского Союза в США было в свое время, во время Холодной войны, огромное количество советологических центров, которые назывались советологи. Сегодня они все называются Eurasian Studies, они называются евразийские исследования. Серьезно? Все, абсолютно, даже департамент есть в Евразии, в Госдепе. Да, речь идет о том, что в Советском Союзе больше нет, на Евразии это никуда не ушло, она осталась. И контроль над ней представляет главную задачу построения однополярного американского мира, то есть это демобилизация, фрагментация евразийского пространства, ослабление его и постановку под контроль через фрагментацию разделения на части. Жизинский, сторонник англосаксонской геополитики, пишет об этом, сбегни в Жизинске, в книге «Великая шахматная доска». Переведена на русский язык. Переведена, да, издана уже много лет назад, после сразу выхода. Я всем рекомендую эту книгу, потому что многие подумают, что это у нас, ну, скажем, у русских есть опасение, да, какой-то некоторой опасности. Но вот, пожалуйста, ответственный американский геополитик, геополитик США номер один, на мой взгляд, пишет откровенно о необходимости расследования Российской Федерации, о Евразийских Балканах, о превращении Евразии в черную дыру, не потому что он не любит русских. Хотя, вот, Жизинский-то на самом деле русских не любит. Но это неважно, это абсолютно неважно, любят американцы русских или не любят, или Жизинский. Это закон геополитики. Кто управляет Хартландом, управляет Евразией, кто управляет Евразией, управляет миром. Поэтому на это можно посмотреть с двух сторон, либо со стороны глобализма, атлантизма и Запада, ну, это мы, этот взгляд нам знаком, у нас, к сожалению, является его сторонник Киев самой, Россия, очень многие многочисленные, и либо посмотреть на мир глазами Евразии, глазами сухопутной цивилизации, глазами, как вы, верно, сказали, лурократии, континента. Это совершенно другой мир. Мы увидим другие задачи, другие стратегические приоритеты. Поэтому евразийство сводится к этой идее. Это мировоззрение, это геополитический взгляд, это геостратегия, исходящая из интересов Евразии, из интересов Хартланда. Но когда мы проецируем на эту геополитическую абстрактную карту, абстрактную, где еще не нанесены ни государства, ни культуры, проецируем политическую карту, мы видим, что Хартланд представляет собой земли Российской империи, Советского Союза и сегодня Российской Федерации. Изменились три режима, три политических системы, три идеологии. А геополитический смысл один, тот же самый, это Евразия, это Хартланд и те же самые англосаксонский мир. Раньше он назывался просто Британской империей, где США-то не играло большого роли. Потом это было названо капиталистическим лагерем. Сегодня это страны НАТО или еще точнее англо-американской коалиции. Уже давно это американская глобальная империя строится. И смысл, тем не менее, геополитической картины остается одним и тем же. То есть политическая карта меняется, балансы сил на этой политической карте меняются, меняются государства, меняются их названия, их политические системы, а вот геополитическая модель остается неизменной. Точно так же и с социологической точки зрения. Цивилизации в духе цивилизационного анализа остаются неизменными. Одна цивилизация евразийская, одного типа, другая цивилизация атлантийская, таласократическая, морское могущество. И вот в промежутке на этой береговой зоне от Западной Европы до Индокитая через Ближний Восток, там эти две тенденции, морская и континенталь, ведут борьбу. И отсюда именно эта зона становится богатой, поскольку на нее оказывают два противоположных импульса влияния, и именно в этой зоне развивается наиболее интенсивный культурный обмен. Поэтому тот, кто, можно сказать так, вот как переформулировал другой геополитик Спикман, тот, кто контролирует береговую зону, тот контролирует Хартланд, а тот, кто контролирует Хартланд, контролирует Евразию, а кто контролирует Евразию, контролирует весь мир. Ну, это уже, как говорится, вариации на заданную тему. Ну, а вот такой вопрос, Александр Евгеньевич, который задают и многие наши студенты, вот, в частности, мне задавали, когда я выходил с такими лекциями. Вот, как так получается, что континентальная, так сказать, суша, вот, телурократия, она включает в себя и Россию, она включает в себя Германию, включает в себя Восточную Европу. Почему же получается так, что две мировые войны, первая и вторая, это были, по сути дела, войнами внутри суши, внутри Евразийского материка. Да, более того, цивилизационные, геополитически чуждые рудименты территории суши, значит, вошли в контакт и в союз с атлантистами во время Второй мировой войны. Мы все прекрасно помним, как тяжело этот союз складывался, но, тем не менее, факт остается фактом. Я, конечно, далек от мысли, как некоторые наши бездельники и бандиты, так сказать, идеологически считают, что мы выиграли Вторую мировую войну за счет американской тушенки. Это просто поразмачки, так сказать, оскорбление. Но у нас ведь великий суперэтнос русский, он все стерпит, понимаете. Если бы такие вещи где-то говорили там в Израиле или в Армении, я думаю, что такие говорящие долго бы не прожили. Но, тем не менее, вот эта проблема остается. Внутри Евразии шло, так сказать, выяснение отношений. Чем объяснить вот это, так сказать, уж мудростью атлантистов, мудростью, так сказать, западников, которым удалось стравить, так сказать, вот континентальные державы. Ведь такие гении геополитики, как Отто фон Бисмарк, он же пытался, так сказать, внушить династию Гогенсолярного. Не трогайте Россию, не лезьте туда, так сказать, посмотрите Наполеон, посмотрите Тевтонский орден, посмотрите Карл XII, так сказать, сколько можно. Нет, вы понимаете, опять, так сказать, чуть-чуть, как говорится, стала оперяться моя кооперация, как там, чуть-чуть немцы, значит, и опять назад, на восток. Дранг на Хостен, вот это, по-моему, какая-то идея фикс. Чем вот это объяснить? Здесь... Если это возможно объяснить, с точки зрения логики евразийства, с точки зрения логики современной геополитики. На самом деле, очень интересно, что накануне Первой мировой войны русская школа, только находящаяся в зачаточном состоянии, это Ван Дамм и Дрихин, это Семенов-Тиньшанский. Это Прозевальский практик этой идеи. Да, это Снесарев, великий ученый, великий военный географ и, по сути дела, основатель геополитики, они просто в панике были в 1907 году, когда Россия стала организовывать, заходить на Альянс Антанты, Альянс Англии, по сути дела, антигерманский. Но тяжелейший просчет Александра Третьего, этот франко-русский союз 1895 года, я считаю, что это была единственная, пожалуй, крупная геополитическая ошибка этого великого политика и императора. При Николае II, вот в 1907 году, на самом деле, мы заканчиваем, так называемую, Великую войну или делаем Великую игру против Англосаксонской империи, отказываемся от дальнейшего продвижения в Центральную Азию и Афганистан, на что уже мы заходили достаточно удачно. И вот Снесарев, Едрихин и Тименов-Теншанский чуть позже уже, они пишут, что это было, по сути дела, приговор России, то есть Альянс с Антантой, приговор империи, поскольку только нейтралитет или союз с континентальными силами Германии и Австрии могло обеспечить Романовскому дому просто существование, соответственно, Россию берегло бы от этих вещей. Это геополитическая закономерность, но это понимали наши враги. И вы знаете, вот интересно, что Макиндер, который в 1904 году сформулировал основные законы геополитики, он влиял на английскую геополитику, он был комиссаром Антанты по Украине и планировал разделение Российской империи, уже тогда Советского Союза, не Советского Союза, еще была, Советской России, разделение на отдельные государства. И вот карта Макиндера, на самом деле, только сейчас реализовалась, там у него существует и Украина, Белоруссия, после развала СССР. Но что важно, он влиял на английскую политику, был другом лорда Керзона, участвовал в составлении Версальского договора и проектов распределения сил после Первой мировой войны, соответственно, создав предпосылки вот этого противоречия между Россией и Германией и на будущее. Это была очень мудрая, враждебная нам политика. Кроме того, надо сказать, что он был основателем Лондонской школы экономики, ее первым директором, ее руководителем Макиндер. И вот сегодня филиал этой атлантийской организации в виде высшей школы экономики, это просто филиал ее, высшей школы экономики, находится здесь. Точно так же, как центры Макиндеровского журнала, Foreign Affairs, CFAR, это главная англосаксонская модель, сдаются у нас, опять же, под эгидой высшего политического руководства. Туда входит журнал «Россия в глобальной политике», это филиал Foreign Affairs. То есть, вот эффективность работы англосаксонской агентуры, которая на каждом историческом этапе заставляет руководство России, потом Советского Союза, Сталина, войти в убийственный для нас альянс, который никогда ничем хорошим не кончится. И точно так же эффективно они действуют в Германии, на самом деле. Это переоценить невозможно. Это очень продуманная стратегия, которая, последовательно будучи приведенной в жизнь, дает свои эффекты. Хаусхофер, немецкий геополитик, он как раз орал на Гитлера, вот у него есть воспоминания, убеждая его ни в коем случае не осуществлять этот дракт на Хостон, потому что это было самоубийством уже для Германии. И прекрасно, наоборот, идея немецкой геополитики была создание континентального блока. Берлин, Москва, Токио. И только это было геополитической предпосылкой для освобождения Германии от конкуренции с Англией в глобальном масштабе и возможность выиграть войну против Запада, против Англии и Франции, по сути дела. Хаусхофер это прекрасно понимал, как, будучи совершенно таким логичным, естественно представителем геополитической школы, и создание пакта Риббентроп-Молотов была, в общем-то, временной победой этих континенталистских сил. Но мы видели, что Гитлер не сохранил этих обязательств и нарушил эту геополитическую просто закономерность. Пошел против самой континентальной сущности Германии. Конечно, кончилось это чудовищно. Для Германии это кончилось и вообще просто исчезновением. Я думаю, что нынешняя Германия это не политическая организация, а просто экономическая такая зона свободная, эффективная. Но Германия из истории исчезла, а нам это принесло вообще колоссальные, чудовищные, ну не то, что не прятать, а просто трагедия. Сколько миллионов погибло наших людей, какой ценой мы отставили свою свободу. И в конечном итоге, из-за того, что опять Европа была разделена, через некоторое время рухнули и мы. И результаты этой великой победы у нас, по сути дела, были отняты. Поэтому я думаю, что нельзя недооценивать в этих историях, в Первой и Второй мировой войны, эффективность англосаксонской геополитики. Переиграли, короче. Переиграли. Иначе не объяснишь. Своих не послушали, ни немцы не послушали, Гитлер своих, ни Бисмарка, кстати, его совершенно право не послушали, его заветы по отношению того, что с Россией надо только дружить, и тогда Германия станет великой страной. Не послушали ни Снесарева, ни Семенова-Теншана, никого, ни Идрихина. И несмотря на то, что лучшие сыны России, лучшие сыны Германии предупреждали политическое руководство. И сегодня мы опять предупреждаем, что заигрывание с Западом, перезагрузка, сближение с Атлантизмом ничем, кроме крахом России не закончится. Мы видим, что слушают, к сожалению, представители высшей школы экономики, представители журнала «Россия в глобальной политике», по сути дела, откровенно действующих сегодня представители враждебной нам геополитической агентуры влияния. Вот они всегда и при царе, при Николае, и при... у Гитлера почему-то оказывались в... В фаворе. В фаворе, да. Вместо тех людей, которые с серьезным, продуманным, обоснованным мнением, без всяких, я бы сказал, скажем, фобий или фанатизма, просто объясняли, почему альянс, например, России с странами Антанты, почему альянс с капиталистическими странами США, Англии, Франции во Второй мировой войне, почему альянс сегодня с американским глобализмом и однополярным миром приведет Россию, Советскую Союзу, Российскую империю к краху? Приводило два раза и приведет третий раз, если что-то не изменится. Ну что ж, я, в принципе, вполне удовлетворен ответом. В этой связи у меня возникает только одна маленькая, как говорится, заковыка. А вот во всей этой геополитической структуре Евразийский союз, Европейский союз, не Евразийский, Европейский, ЕС, он все-таки ближе к евразийцам или представляет западную амплитуду геополитики? Европейский союз, ЕС, Евросоюз, это формула геополитическая, которая на сегодняшний день имеет две идентичности. Одно из них континентальное, которое продолжает, вот, скажем, Хартланд европейский, и в этом отношении это конкурентное могущество, конкурентная сила по отношению к США, в той степени, в которой Евросоюзы расходятся интересы, в первую очередь, с США, в этом смысле можно считать его континентальным или евразийским. Но, с другой стороны, конечно, Европа остается членом НАТО, а НАТО это Северо-Атлантический альянс. Атлантизм это символ морского могущества, поэтому в этом смысле влияние США и англо-саксонской западной, по сути дела, стратегии на Евросоюз очень-очень сильно. И есть еще такие приоритетные зоны атлантизма в Евросоюзе, это Англия, безусловно, как такой партнер, а раньше вообще руководители, куратор Америки, и страны новой восточной Европы, которые не столько следуют за европейской политикой континентальной, сколько работают на США. Поэтому они представляют собой некий санитарный кордон, задача которого поссорить Евросоюз с Россией, не допустить сближения между собой Россией с Евросоюзом, как в свое время тот же самый санитарный кордон из тех же самых вообще государств служил англо-саксонской политике для того, чтобы поссорить Россию с Германией. Спасибо, Александр Геевич. Уважаемые коллеги, мы ведем разговор с руководителем Международного евразийского движения Дугиным Александром Геевичем. Ждем ваших откликов на те передачи, которые мы здесь сейчас осуществили. И не забывайте, пожалуйста, о тех предложениях, с которыми мы будем с вами работать в текущем учебном году. А на этом очередной наш разговор мы заканчиваем. Благодарим вас за внимание. До свидания.